легендарный фил джонс которому я отдаю капитанскую повязку естественно играет сегодня старте что сделал дин хендерсон ребята что он сделала 3 2 поражение ладно ну блин дома с ювентусом будет тоже нелегко а потом еще у нас этот паук и мюнфинг лагбах жесть просто жесть всем привет ребята вы находитесь на канале фифа by girl сами марина и мы продолжаем карьеру за манчестер юнайтед у нас эпизод 19 это второй сезон идет и в прошлом выпуске мы уступили ювентусу на выезде так здорово начали но к сожалению вот проиграли и сегодня в этом выпуске тоже встречи с ювентусом уже на утра форт посмотрим что выйдет из этого погнали ребята сегодня у нас по календаре ку нашему арсенал кубок с улвер гэмптоном напомню в пл мы их 4 0 спокойно обыграли затем остановила в пл и ювентус дома вот должны мы с ювентусом очень здорово сыграть настроиться потому что не хочу упускать здесь шанс во-первых отыграться с ними а во-вторых ну ответить им да а во-вторых хочется уверенно лидировать в таблице мы пока на втором месте ювентус блин 2 ничьи 1 победу на первом месте а у нас две победы одно поражение мы на втором варсалька у них ну и все в принципе эль гази и гази они купили за санвилла по моему да а фолланд у них там интересно ладно они обновили фотки ребята смотрите в марсиале какая фотка и роналду стал похож на себя нынешнего духе кстати вот тоже напомню полетели наш дин хендерсон прекрасный вратарь не пропустил двух последних играх apple я вот подумываю его против ювентуса поставить они давида духе это кто там у них так эль гази такой здоровый так нам опять везет нашему киперу везет может быть он поймал волну везения ну что ты ты что переключись ты мне на игрока ну как меня запаривает эта игра уже полчаса игрок не переключается и вообще никак не о чем просто просто ни о чем было просто ни о чем 01 раскатали нас никто не переключается полчаса там дрыгаются да вот дин хендерсон и пропустил пропустил свое ну по нет я я не чувствую что в этой игре мы можем что-то сделать мы тут проиграть можем мне кажется вообще ничего не могу сделать а еще же вышел дурацкий новый патч и они там усилили опять в очередной раз смотрю мне просто не переключается игрок просто не переключается надо лихты и все ну понятно 20 они выпустили патч и там так они усилили я еще не играл я только смотрел у иностранных фиферов как они страдают на легенде ребят играем а я даже скипнул гол простите ну как в принципе нынешний манчестер он точно также играет манчестер сити нас обыграла сульшера опять не хватило смелости сказать что я устал я ухожу ну естественно а все скажут а кого мы будем выпускать кого если не сульшера зидан вроде не хочет конта уже в теттенхэме кого мы пригласим на место сульшера мне кажется любой сейчас справится даже майкл карик справится а тем временем мы проигрываем этого та самая игра когда мы ничего не можем сделать потому что это фифа решила распорядилась так что ни один пасма не пройдет это нынешний манчестер но так и есть он так сейчас играет ужасно спад позорно но я ребят честно ничего не могу сделать вообще скрипт я даже не знаю что делать да ладно точно какой там фол был блин я сверх атаку пойду ну какой фол он там нашел учить с ума сошел что совсем я сниму люка шоу выпущу гринвуда грешфорд у нас оказывается старте вы увидели вообще ребят я снимаю райса сюда нкунку вот сюда ну вот все я иду на неоправданный риск погба до свидания я без понятия хотя подожди у нас же там есть марсиаль марсиаль блин верни верните мне погба ну что в чем дело марсиаль вместо решворда который вообще был незаметен о боже мой тройная замена в первом тайме господи боже мой кто бы мог подумать ну арсенал почему так вот я же выношу почему он просто забери этот мяч уже вы выдай грамотно кому кому отдавать то боже мой блин ну кому просто невозможно играть с ними ну невозможно с ними играть вообще ужасно по делу нас тут раскатывают канониры короче ребята когда включается скрипты не переключается ни один мой игрок тут по моему все ясно пять ударов у вода до 5 и очень сложно у нас все лена тащит оказывается но это смешно но блин я не знаю почему это почему это так я я бегу за марсиале а он два часа стоит о боже это позор конечно я чувствую будет круто если они реально такой патч оставили не не играбельный и один мэйсон гринвуд я не знаю что так радуешься мэйсон надо бежать на центр радости там полные штаны сейчас нам еще положит молодец ну блин ну ты серьезно но так вот всегда буду теперь до пасы отдавать кривые о боже мой о боже мой это дин хендерсон все отскоки в их пользу в голову прилетело бедолаги так спокойно надо еще один забить спокойно роналду еще побежали за одним мы там выдыхаемся конечно невероятно подки на таком прессинге играем жутчайшим да забить еще это наверное будет целая проблема для нас спокойно пакба блин у кого отдать то боже мой все закрыты о боже зачем зачем так бить издали 4 2 арсенал обыгрывает манчестер на этот это была ужасная игра это был но и за что это было это был скрипт как вариант и плюс мы вареные ничего нового это уже традиция в каждой каждом выпуске в первую игру проигрывать или последний но мы так мы прям уже ребята знатно так плохо играем благодаря замечательным патчем которые разработчики делают хоть не принимаете обновления на их невозможно не принять все не светит нам чемпионство я понимаю только еще начало во все челси проигрывает бормута ничего себе с волками сейчас резерв выйдет естественно блин же есть у нас такие все выдохшиеся синенькой поиграем вот такой состав надеюсь что минус тонус но мы разберемся играем на выезде против улвергентона это кубок арабалка по моему погнали кстати ребята я не могу подписать этого эрнандеса который из милана тео эрнандес потому что команда его не продает эрик бои наш старый знакомый здесь сильно больно больно сильно но здесь мы должны точно проходить соперника он никакой агрессии не представляет но конечно они могут забить какой-нибудь шальный гол на правом фланге в анбисаку уже нам надо на левом фланге игрока это что такое было так до лот до лот хватит подыгрывать своим друзьям португальцам началось началось проснулись волки а мы что игра на кубок она всегда непредсказуемая и они главное в линию четкую стоят и все ну допустим кута ну блин ну что с вашими ударами стало куда так лупить это битый ворота зачем ты бьешь как в рэбби донни тихо тихо деда что ты делаешь мы можем здесь для нас теперь забить голод целый целая проблема да в это эрик бои еще набил пошел это должен быть гол до конец то маркус рэшфорд забивает 0-1 мы обыгрываем волвергэмптон это кубок пока что это не apple apple нас там ждет в принципе соперник несложный дальше надеюсь справимся маркус рэшф какой молодец там вратать даже не шелохнулся даст вообще даже не смотрел вот так по сторонам давай второй клади на са на месте нормально был удар что ему геймф с ним могли сделать как его жозе са зовут вам так португальцы этого блин как он вытянулся мне кажется в реальном футболе не так хорош как фифе просто ничего не получается это не офсайд это давид дыхе браво браво дыхе один испанец бил второй отбил никак меня в голове не может уложиться то что трауре испанец ребята эх ты блин эх ты блин знала бы я что мяч у него будет ну вот что это за провалы играем сбалансированный футбол где оборона почему она так увлекается атакой это гол это не гол это дыхе там еще махнул мимо мяча футболист волков а второй умудрился пробить прям дыхе но это значит не забиваешь ты забивают тебе так фолл и давайте знаете что сделаем нас очень устал антони мейсон пойдет на фрв он умеет там играть хуги вверх вот этот вместо линга да пойдет и фред пойдет вместо нкунку но ниже вот сюда это даже никакая не карточка да даже близко понятно это да вот тут дали желтую там не дали желтую здесь дали но тут надо было фарить он бы уходил один на один спасибо не красная боже мой фух угловой брависсимо дыхе очень хорош сегодня очень зачем так играть ну прими ты аккуратно ну ху 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 дони дони так вот это мне не нравится что он мяч сохранил дави дыхе спасибо что ты творишь а может тебе в старте надо быть у нас они дину хендерсону последний угловой ребята понятно понятно 11 серия пенальти жесть надо было там время тянуть я не тянула вообще никакое время я пошла в атаку и мы там мяч потеряли и вот это привело к угловому надо проверенными методами пользоваться просто тянуть время вот блин сколько можно спасать да а вот теперь опасно пенальти ничего себе 73 жила ожидаемых голов а ну да там спасение дыхе ну давай спасай давид нормально всегда так бейте да блин и он угадывает хорош хорош нормально нормально так ну-ка давай туда нет блин не в тот угол отлично коуди это защитник в один угол бьем исключительно нету обманул да куда ты так лупишь то блин все давай последний удар кто хуга верф прошли дальше в следующую стадию кубка карабалкап в один угол ребят били в один угол все время били обманули обманули волков мы еще у нас к сожалению да я там накосячила плохо ударил мак то меня челси проходит арсенал у нас значит третья строчка эвертон на пятках и лиц и у нас остановила полетели так я очень надеюсь что мы не в каждом матче будем так страдать как это было против арсенала очень на это надеюсь на получая 10 кунку кристофер забивает очень надеюсь что ну раз выпуск стабильное поражение но главное чтобы с ювентусом сейчас мы не подкачали дома будем играть давай манчестер быстрый гол от манчестера надеюсь остановила поплывет красиво рэш в голевая а то знаете я что-то поняла что этот патч это более заскриптованная тема стала так вот это спасение от хендерсона ну как он там него в сайте как он убежал нельзя такое давать нормально блин на своего бы еще выбить остановила будет вот так вот нас нас раскатываете прессингом что ли я понять не могу это галяк со 2-0 криштиану рональду я почему-то думала что это мимо летит что ты творишь криштиан ты не празднуешь так голы и зачем зачем ты сломаешься так мартинес как ты мог такие голы пропустить от нас смотри пас да не посмотри какой это маль это просто мастер вообще думала мимо летит за шиворот какую красоту положил рональду ой 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 хендерса на месте только вспомнила что вендербек и делихт вместе играли в аяксе вот они теперь в манчестере в этой вселенной сзади по ногам хотел ударить могли бы и красную на красную их заставить сыграть так жестко свалить да ладно чисто было не ну серьезно товарищ судья метам сзади по ногам пытались ударить а ты нам желтую за один малейший отбор а мне сзади по ноге час не ударили судья давай бей до 30 гунку дуба вынимаем мартинес на гольфист бэйл научил вас всех праздновать так а вот тут смотри об и блин вот если мы играли еще с арсеналом такое не залетело когда скрипт играет то он играет и вот теперь я честно не знаю какой там календарь дальше очень надеюсь что дальше мы справимся в принципе остались серьезные команды еще но все же да и впл лишний раз и счетов никого нельзя списывать на месте дин хендерсон я вот не знаю против юнс у кого наверно дх поставлю он здорово отстоял против волков но то волки а то старые сеньоры вставай 3-0 уверена уверена на ты надо и с арсеналом был так уверен но то мне не дали так сыграть ливерпуль проигрывает у них у них спад жесткий причем похлеще нашего мы там хотим победу потому что в турине мы не заслужили поражение ой ой доня немножко немножко не то ух на месте дин хендерсон на месте молодец какие провалы все-таки у нашей обороны это прям печаль так ну что все равно что штрафной замены давай выйдет бруно все-таки до марсиаль и санчо и поменяем их флангами с гринвудом все три замены штрафной будет бить бруно они роналду сейчас на кунку спасибо за дубль нормально бруно сразу приложился на мартина с такой легко вытащит очень неплохо себя показал фуфана 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 наш защитник центральный очень неплохо санчо ну-ка давай-ка репетиция перед ювентусом но с юви выйдет вора мы дали ему отдохнуть ой 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 ладно повезло перекладину мяч попал не смог там на выходе здорово сыграть дин хендерсон ну-ка марсиаль не вовсайде какая передача от мактомини и у нас перекладина обменялись каркасами ворот так мэйсон нет очень очень защитник был рядом к сожалению так здорово давай джейден 440 джейден санчо спокойно обыгрываем астон виллу очень уверенно но немножко напряжено было но все же сожалению пока не готовы мы в этой фифе играть на таком уровне каждый матч вот к сожалению арсенала проиграли 42 но я думаю там скрип был включен а вот сейчас проверочка настоящая с ювентусом поздравляю манчестер юнайтед и всех фанатов с победой над астон виллой 40 донни вендерпек был очень хорош в этой встрече еще мне очень понравился ну и дин хендерсон соответственно но и лучше всех проявил себя матч с ливеркуль 3 0 атлестер горит жесть в матче с волками давиды хер да ребят показывают нам турнир на таблицу lc мы на втором месте напомню вам ювентус на первом ежемесячный отчет ой боже мой не даже не надо даже не надо про этих парней мне рассказывать я не понимаю я когда играю за какой-то клуб ну вот паяр 2 л не читается франции паяр берем его за какой-нибудь клуб а ух ты вот кросс орульян кросс низкорослый ну ладно подпишем допустим там ну слабый куда и мне всегда приходят какие-то супер защитники здесь же вот смотри наконец-то что-то проявилось ли угры на гови на наверное такой немецкий на немецкий лад мне нужен очень крутой защитник чтобы был у нас в запасе вот и все ну вот неплохие ребята пусть их поизучают а потом мы будем решать что с ними хотя на час им план развития дам всем в англии как всегда ничего хорошего ли блин это француз двухметровый там по моему не самый лучший не самый бист но пусть будет green какая у тебя скорость 57 а ты уверен что ты лз какой у тебя рост 180 ну да для цз в англии ты низковат ну давай тебе скорость качать тогда очень плохая скорость конечно кросс у тебя такая скорость 57 ну да вот если бы у них еще скорость была вебер сапс давай на цз тебя переучим давай золи от соммер цоп цз блин но 170 сантиметров может быть вот у него как раз таки так а здесь кем он может фланговым как у него правая нога ну давай правым защитником получишься быть да ну блин цоп цз с таким ростом дожди а что и все что а пояр еще вот этот вот сто восемь шесть но это цз шник чистый да ребята вот дали задание тут некоторым ребяткам все у нас ювентус сосредоточились на пьемонте кальчо кин азар дебалла макене рабьё лакотели александра мугуа аркин пмб данило честные понятно нет мне надо поставить навсегда капитанскую этому самому дэлихту почему-то у бруно давай все дэлихт капитанит на злой ювентусу и надо потом это навсегда поставить его в основном составе там ну давай манчестер пожалуйста надо прям собраться после уверенной победы надо ставил и надо вынести ювентус опять битва центральных защитников а именно дэлихта и магуайра пока что 10 в пользу магуайра но ничего сейчас делик тоже себя проявит и покажет честно сколько тебе лет сколько там уже давно давненько он уже в юве как с арсенал ушел мой закин только его и ну и дебалу опасаюсь ну кто-нибудь будет его держать сегодня ничего себе мой закин ничего себе ты решил проверить дыхе 1-0 это поль погба это 1-0 но мы не радуемся потому что мы знаем мы все знаем потому что лично лично давай вешай у прям сняли нормально так отлично ну как как они это читают а это фол мой зукину дайте желтую пожалуйста да блин ну что это запас так фол без карточки а мой зукину фон желтую не дадут он мне сзади по ногам бабахну варану мог ахилл травмировать ему ух спасибо дебала спасибо 2-0 джейден санчо это утра форд если кто не знал из представителей турина а теперь аккуратно в обороне снова аккуратно санчо какой молодец а услышал мои просьбы так вот этого типа надо очень здорово держать классно раз сыграл и даже не не фол ну-ка санчо давай и на рэшварда свою фирменную давай его мое но я не знаю но это такие удары куда ты с ними собрался идти маркус во дворе у себя будешь играть с такими ударами маркус бей оттуда прям ну блин щен что ну как ты это вытащил что-то за псих такой это надо праздновать это надо праздновать нет он не празднует так он 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 уважает юве ну ладно не роналду решил так не праздновать ближку ближку прошил 30 честный там задергался он уже он уже тоже видел мяч в сетке бива роналду ой-ой-ой вот тут вот вот аккуратно с такими пасами пожалуйста ван бисака о боже мой 40 джесс зидана 40 мы обыгрываем ювентус на ол траффорде я без понятия что с этой игрой не так еле-еле два забили арсенала а здесь юве 4 домашняя встреча все-таки наверное зарешала хотя может быть скрипт скрипт включился в нашу пользу не знаю но ювентус ничего не может сделать один удар дебала я помню и все но надо быть а очень аккуратно все равно аккуратненько играть 40 и мы спокойно идем дальше болельщики держится за голову манчестер да почему вы что вы не верите своему счастью опа старый знакомый наш месье харри ну он тоже выйдет дальше в lc соответственно из группы так а наш тут играют ребята не наших здесь нет ну с нашей группы пока без замен продолжаем бей оттуда я не знаю ребят я без понятия что что сегодня с честно я даже не стала праздновать так за него но надо было ну ладно против юви надо было так отпраздновать со все их странными в реальном футболе претензиями к моему каналу после всего того что он как он им помогал и и вообще не понимаю как можно обвинять его в том что надо было ему раньше покидать ювентус не смешите меня чтобы там матч не пропустить и прочее я уж был на секунду испугалась так ладно роналду отдыхай спасибо большое марсиаль выходит мэйсон давай вместо санчо и хочу чтобы ван дебек вместо пакба вышел да вот так тройная замена спасибо криро ты лучший маккене уходит а это кто клушевским понятно хорошо хорошо просто замечательно бей оттуда прям ой ой как ты здесь не положил марсиаль ой 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 блин какого фига дыхе ты так вышел я за него не выходила я за дыхе не выходила я там играл за защитников а он вышел дыхея ну что за глупости ты иногда творишь нах ладно один пропустили да да не не сегодня такие забивать тебе друг ну можно хоть выдохнуть мы обыгрываем очень уверенно ювентус дурацкий гол пропустили но потому что там дыхея дурака свалял я не знаю зачем он там вышел тут на самом деле удары у нас были хорошие но честный мог тащить честный мог тащить ну два точно что он поплыл ух угловой это это войцах вытащил ничего себе да ну-ка да или их ты еще не забивал своей бывшей команде а как было близко ребята как бы выход невероятно близко было так надо всем возвращаться очень быстро желательно понятно второй второй пропустили 52 торган забивает нам празднует как килиан баппе тут мы где не знаю зачем мы так мы на балансе играем развалилась наша оборона ну ладно 52 нич ничего страшного я не хотела пропускать в этом матче ну и ну да и мух желтый ними запарили по ногам дубасить меня кулушевский все мы обыгрываем ювентус ребята 52 очень уверенно гоналду дубль там делает супер ну там проиграли здесь выиграли 11 по личным встречам два удара два гола великолепно но до сих пор мне не нравится как какой патч сделали разработчики очень как-то тупо играем иной раз так завершил свой план развития джейден апнул максимум по моему свой да ну давай поддержки ребята ребята у нас в общем сборной отправляются некоторые товарищи с 10 по 16 ноября надеюсь здесь игр не будет с 10 по 16 да в следующем выпуске у нас лестер брэндфорд мюнхенглагбахская барусия и лиц и вот тут я надеюсь мы выиграем все игры все абсолютно хотя смотрите лестер идет на шестом месте лиц на четвертом только брэндфорд наверно день середине или внизу а как у нас дела в л.ч. так брэндфорд на двенадцатом месте в л.ч. у нас дела вот так мы на первом месте и вентус на втором мюнхенглагбах третий паук четвертый мюнхеглагбах выиграл паука первых победа у них там будет битва кто отлетит в лигу европы будет интересный конечно следующий выпуск в плане что вроде бы как команды леста лиц но посмотрите в таблице они какие-то бешеные мы по-прежнему третьем месте ну что ж поделаешь всем большое спасибо за просмотр оставить свои комментарии подписывайтесь на мой канал увидимся в следующем выпуске пока